Киев является ненадежным партнером, поэтому даже если Украина вдруг захочет прекратить блокаду и возобновить поставки воды из Днепра по северокрымскому каналу на полуостров, для Крыма это уже будет попросту неактуально. Полуостров более не нуждается в этой воде. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил вице-спикер Госсовета РК Ифимфикс. Он отметил, что позиция властей Крыма и России в целом давно известна. Сейчас проводятся масштабные изыскательские работы, связанные с поиском воды для решения вопроса стабильного обеспечения пресной водой крымчан. Он выразил уверенность, что указанная задача будет успешно выполнена, так как для этого предпринимаются все необходимые меры. Пусть они на Украине занимаются своей водой, пусть они этой водой там, у себя, добивают Херсонскую область, все что рядом. Пусть они этим делом занимаются, это их вопросы, указал Фикс. Он уточнил, что уже в июле появятся результаты бурения дна Азовского моря, после чего у Крыма появится собственная вода. При этом Фикс добавил, что власти Крыма собираются направить иски в международные инстанции, чтобы наказать организаторов и исполнителей водной блокады. Он уточнил, что иски не имеют никакого отношения к теме возобновления подачи воды на полуостров. Это судебные разбирательства, связанные с конкретными действиями конкретных людей и в конкретный отрезок времени. Это одна история. Что касается этой истории, восстановления подачи воды, я далек от мысли, что в ближайшее время, пока эта власть находится у руля Украины, кто-то на это не пойдет, подытожил Фикс. Напоминаем, что в конце мая стартовали разведывательные работы по поиску пресной воды под Азовским морем. Научные исследовательское судно проводит бурение скважин и изучает качество воды под упомянутой акваторией. Работы должны завершиться к 1 июля. Специалисты не сомневаются, что пресная вода там есть, но извлекаемые запасы и ее природный состав пока неизвестны.